Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в обливе. Что-то задумался. Мы находимся на дрожащих островах в замке Шагарата и в предыдущей серии мы разобрались с детективным квестом, в котором мы расследовали, собственно, заговор против сил Герцогини Безумия. И это было довольно-таки увлекательно, потому что клубок был реально непростой и всех их пришлось пытать, прижимать к ногтю и все как надо. Но теперь, я думаю, после того, как мы справились с заданиями как Герцога, так и Герцогини, и что... А, я не думаю, что такое. В итоге, теперь, я думаю, мы сможем... Кстати говоря, давайте попробуем атаковать Шагарата, потому что меня давно просили это сделать, ну, чисто так, по фану. Сказали, что будет очень смешно. Что? Тебе не стоило бы этого делать. Наслаждайся видом. Что? Есть подозрение, что мне действительно не стоило этого... Да вы издеваетесь, что ли? Смотри, тут уже трупов лежит. Пипец. Хорошо. И надо сказать, мы за все это время уже наиграли 67 часов. Это, в принципе, не так много, но и немало. Так, ладно, больше не атаковать Шагарата. Никогда. Всегда рад. Ну да, Хаскел. Эй, посмотри-ка, кто здесь? Ты! Как дела? Ты нормально. Так-так. Изучены обе стороны безумия. Великолепно. Задания выполнены. Полностью. Голова трещит по швам. Теперь к сути твоих усилий, к краеугольному камню, причине, по которой ты здесь находишься, и, возможно, погибнешь. Эм, что вы имеете в виду? Тебе надлежит остановить серый марш, изменить течение событий, прорвать круг. Ложка дегтя в бочке с медом. Нечто, что может привести к иному результату. Мы планируем изменить ход событий. Нет, события будут другими на сей раз. Ты будешь моим защитником. Ты обретешь силу. Ты станешь мной принцем безумия. Новым Шиагоратом. Или умрешь, пытаясь. Это мне в тебе и нравится. Как это? Как я могу быть диетрическим принцем? Хороший вопрос. На самом деле, никак. По крайней мере, я так думаю. Но у тебя будет сила. Моя сила. Постарайся не растерять ее. Жалко будет. Но в практическом смысле ты будешь мной. Мной. Чтобы бороться с ним. С того момента, как меня тут не будет. Это просто. Если об этом не думать. А почему я? Потому что ты на вид подходишь. И потому что у тебя пока все получалось. А если не сможешь, я проглочу твою душу и выплюну ее в бездонный горшок безвременья. Но на самом деле, потому что я вежливо попросил. Хе-хе-хе-хе, ну да. Где вы будете? Не здесь. Разве я не сказал? Меня никогда здесь не бывает, когда приходит Джиг Галак. Это одно из правил. Я и так сказал тебе слишком много. Нечего слушать мою болтовню. Она не для смертных умов. Поговорим позже. Не, ну это нормально вообще. То есть каждый раз, когда приходит Джиг Галак, он тупо прячется. Вместо себя какую-нибудь болванку ставит. Чтобы ее убили и все было хорошо, да? В данный раз, в данный случай болванкой буду я. Отлично. Что дальше? Теперь. Ты видишь, как ярко горит великий факел, озаряя Нью Шиот? Нет? Потому что он не горит. Должен, но не горит. Вот ты займись этим. Ты отправишься в Сайларн и принесешь пламя огнона, дабы разжечь факел вновь. Да, и аккуратней с моими подручными в Сайларне. В своем бесконечном желании угодите мне. Они вечно борются за Сайларн. Это может утомлять. Но на самом деле это изумительно, изумительно, утомительно. Ладно. Теперь это твоя проблема. Иди. И чтоб я тебя не видел, пока великий факел не загорится. Мне бы не хотелось причинять тебе боль. Сильную. Да, и не забудь о нашем любезном Хаскеле. Между нами, если его не вызывают три-четыре раза в день, он чувствует себя позабытым. То есть его задалбывать надо. Окей. Это мы можем сделать. Что за великий факел? Расскажи мне. Ярко горит великий факел над Нью-Шиотом. Как маяк надежды для жителей островов. Кроме тех случаев, когда не горит. Да, он погас. Случается всякий раз с началом Серого Марша. Как сейчас. От этого все мои подданы, встревожены, напряжены, склонны к убийствам. Некоторые уж точно. Нам нужно разжечь факел вновь, пока все не развалилось. Ну, хорошо. Ладно. Да, приходи еще. Или я выбью тебе глаз. Воу, воу, спокойно. Псих. Хотя, ну да, псих. Он встал. Отвернулся. Ладно, не важно. Короче говоря, вот такое вот задание. И, кстати говоря, у нас новый лук. Да, нам его дала герцогиня безумия. Этот лук, помимо того, что он гораздо хуже моего лука. Который, тем не менее, разряжен. И в итоге смысла у него тоже особого сейчас нет. Ну, то есть, его можно зарядить. Но у нас есть гибельная грань, которая бьет слабо, но при этом накладывает случайный эффект при ударе. То есть, каждая стрела, она будет бить чем-то своим. Это что-то наподобие вабаджека. Но, я думаю, будет круто. Так, ладно. Что я хотел-то? Шаагарат просил меня вожечь великий факел Нью-Шеута. Мне нужно отправиться к руину в Сайларно, разжечь там пламя огнона и вернуться к его божественным огнем. То есть, я как-то олимпийский огонь буду нести. Шаагарат предупредил меня, что золотые святые и темные соблазнительные охраняющие святилища часто воюют друг с другом. Так что, действовать надо с осторожностью. Пока ко мне не прицепляют какого-нибудь идиота типа Хаскела, я, в принципе, буду в порядке. Потому что в одиночку эти дела я выполняю очень даже хорошо. Коп-коп умеет. Так, и на ночь глядя мы выдвигаемся. Это, я так понимаю, довольно далеко пилить придется. Ох, наконец-то день, потому что мы всю предыдущую серию пробегали в темноте. Реально, ночная серия была. Сейчас, допрыгну, нет, интересно. Ох, даже перепрыгну. Ах, больно. Так, есть ощущение, что скоро мне с вами придется подраться. Перь против. Говори, гражданин. Надо... А, это ты. Ну как дела? Поспеши, пока нас не завалило. Да не завалит нас, все хорошо. И он теперь... Береги себя. Дом он свой променял, если вы не помните. Ему постоянно казалось, что стены у него рухнут. Бомж один не мог жить на улице. И я их поменял местами. Нормально. И отсюда мы не выходили уже месяца три как, потому что очень долго отдыхали от этой игры. И я, честно говоря, не помню, что за этими вратами. Но помню, что там не ушел. То есть, дикие земли. Довелось ли тебе увидеть мое представление? Понравилось? Ты кто вообще? Доводилось видеть мое представление? Я-то идил, жонглер. Уверена, слухи обо мне не прошли мимо твоих ушей. О, кого я пытаюсь обмануть. Скорее всего, тебя привело сюда желание посмеяться над самым плохим жонглером в мире. Ну, ты ничего такая. Увидимся. Только с голосами у тебя очевидные проблемы какие-то. То один, то второй. Блин, вот с этой стороны вообще реально очень красиво. Просто, дичайше. Так, апелит нам довольно далеко, насколько я понимаю. Не просто далеко, а очень и очень далеко. Так, а мы пришли. Вот, мы пришли из предела. Проходили мимо Сайлорна. Я сейчас предлагаю до Сплита вернуться. То есть, помните, где мы одну, то есть, половину населения вырезали на корню. А вторая половина осталась жить. Сейчас мы посмотрим, как они там справляются. Ну, судя по всему, все нормально. И отсюда уже тут будет поближе, двинемся дальше. Угадай-ка, я нашла еще одну мертвую крысу. Да нет, не надо. Вот, возьми. Отлично. Хорошо, раз такое делал, то давайте покушаем, что ли, сразу. Так, хорошо, где мясо? О, как плохо, колесико мыши словно. И когда мне лень починить его. Увидимся. Вы же не думали, что я крысятина буду есть? Что? Страж-врат силен? Он еще жив? Я же его убил уже давным-давно. А, так он мертв. Пас не поймешь. Я же думал, надо пойти добить. Так, сапожки. Выручайте. Это я себе сапоги сделал, если кто не помнит. В которых можно бегать по глади воды. А это что такое? Этот был? А, нет, не было. Да блин, шо ж ты дернулся в последний момент. Блин, где-то. Не вижу. Он, очевидно, где-то здесь, но я его не вижу, поэтому пусть идет в болото. Прямо за мной, да? Ага. Понял. В воде-то еще лучше, я смотрю, справляешься. А на поверхности как-то не так. Да что с тобой происходит? Что-то лук какой-то... Я его что, подлечил только что? Странный лук. Очень странный лук. Скейланы не крутые. Хорошо. Я думал, тут какой-то храм. А здесь просто стена, похоже. Хотя вон там что-то... Что-то вроде есть. Какая-то гробница или что-то в этом духе. Не знаю, стоит ли сейчас... А, нет, тут не гробница. Стоит ли сейчас туда идти? Давайте посмотрим хотя бы. Есть ощущение просто, что мы тут уже проходили. Да, мы тут были. Вполне возможно, что в будущем тут будет какая-то дверь. То есть мы сможем открывать вот это. Что-то очень похоже на дверь замурованную. Ох, почему тут столько пакость? Куда не пойду, постоянно что-то пытается меня укусить. Бибы. Круто. Хорошо. Ну, в принципе, нам вон туда куда-то нужно идти. Сейчас мы спрячемся. Я думаю, тут-то нас достать никто не сможет. И спокойненько себе двинемся в ту сторону. У нас по-прежнему кто-то видит, правда? Это мне не очень нравится. А кто-то... Пакость. О, как я вас ненавижу, жуки. Он убился? Нет, он не убился. Давай. Пошел вниз. Не пошел? Лук что-то какой-то не особо пока впечатляет, честно говоря. Зато впечатляет, как ломается рэпдол у этих жуков всегда. Слишком много конечностей, по-моему. Так, ладно. Этот лук мне, честно говоря, не очень пока устраивает, поэтому... Поэтому, ну и нафиг. Ох, сколько всяких ключей. Ко мне душ все пустые. Ну, как-то вот так хотя бы. С камнями душ тут пока что, насколько я вижу, проблема действительно есть какая-то. То есть... Не знаю. В Скайриме их найти было вообще не проблема. Здесь их есть и только купить в определенных местах, но там они очень редко появляются. Где это я? Да что ж я все дня разбиваюсь все. Здравствуй. Кто я? Как бы тебе сказать. Недоразумение. Обманщица. Дура набитая. Поэтесса без таланта. Тупая графоманша, которая наверняка попортит тебе нервы. Ох, спокойно. Что это было вообще? Что слышно? Старайся не сражаться с громитами в воде или в дождливую погоду. Похоже, им почему-то нравится влага. Хорошо. До свидания. Давай, пока. То ли я оглох, то ли у меня магия беззвучно работает. А нет. Здравствуй, Пайк. Приятно познакомиться. Меня зовут Пайк. Приветствую тебя в моей скромной обители. Пожалуйста, располагайся. Раз ты все равно уже здесь. Я вот подумал, ты мне не поможешь. У меня есть некоторые проблемы. А какого рода? Что ж, мне немного стыдно за это, так что извини меня. Я был рыцарем колючки из Сиродила. Как только я услышал, что открылись ворота на дрожащие острова, я предположил, что там затаилась опасность. Я отправился сюда и начал исследовать это странное место. Когда я шел через пахучую рощу, на меня напали. Эти мерзкие громиты украли самое ценное, что у меня было. Мой медальон. Символ принадлежности к рыцарям. Так ты больше не рыцарь? Да, признаюсь, быть рыцарем колючки не представляется мне интересным теперь. Я нашел уют и покой здесь, вдали от суеты Сиродила. Я устал от битв и политики. Но самое главное, я повстречал женщину своей мечты. Если бы мне пришлось оставить Зои, наверное, я стал бы самым одиноким человеком на свете. Видишь, все, что мне дорого, есть тут, в этом прекрасном месте. Так зачем тебе тогда этот медальон? Несмотря на то, что я поставил крест на своей рыцарской карьере, этот медальон – важная часть моего прошлого. Это единственное доказательство того, что я был рыцарем. Ладно, хватит о прошлом. Так ты окажешь мне любезность? Поможешь достать медальон? То есть ты хочешь, чтобы я рисковал жизнью просто потому, что тебе он дорог как память, этот медальон? Он даже никакой там критичной важности не имеет. А я, значит, к черту на рога. Конечно. Замечательно. Я отмечу пахучую рощу на твоей карте. Удачи, друг. Надеюсь, мне за это заплатят. Иначе ты просто потом умрешь. Надеюсь, у тебя хорошие... Понятно. Береги себя, друг мой. А вот и Зои, да? Если бы тебе удалось помочь Пайку, он был бы счастлив. Я полюбила его и не могу видеть, как он страдает. Я все пытаюсь написать его портрет. Но лучше бы мне сделать это, когда он вновь почувствует себя счастливым. Хорошо. Ладно. До свидания. Живо вам нравилось. Так. Ну, я считаю, что медальон все-таки надо достать. Вот, по сути, у нас находится... Вот отсюда, недалеко. Через Мелькар. Мы как раз были в пахучей роще. Можем через сплит? Или лучше... Да, давайте через сплит. Хотя нет, тут отсюда из лагеря Надежд будет самым быстрым путем. Посмотрим. Возможно, это к чему-то приведет. Лагерь Надежд, насколько я помню, здесь у нас был какой-то враждебный парень, который стал мертвым парнем. Так что, ладно. Нет, это сторона острова. Она, конечно, безумно красивая просто. Реально, это более красиво, чем с Карим. Это более красиво, чем простой обливин. Здесь очень зелено. Очень ярко все. Да, вот так. Ну, скорее, там по-своему, конечно, было такая суровая красота. Горы кругом. Морозный воздух. Прям чувствовалось, там вода ледяная в речках. Надеюсь, более мягкий климат, так и теплый. Тут прям душа радуется. Хорошо. Знаете, в полный рост побежали? Сейчас на нас, конечно, опять налезет. Там куча всякой ерунды. Нам нужно как-то форсировать это. А, я все забываю, что у меня сапожки. Там, походу, что-то плавает, да? Пахучая роща. Угу. Это вот она. Ого. Нифига себе. Довольно жуткая ерунда, я бы сказал. Окей. Как скажете. И нам, видимо, нужно опять в эти норы, да? Ох, я ненавижу эти норы. Надеюсь, здесь не будет никаких фелги там и тому подобное. Я в пахучей роще. Здесь следует искать метальон пайка. Ну-ка, давайте посмотрим, как оно у нас. В принципе, недалеко пилить. Если бы тут эти грибы не росли, то все было бы совсем печально. Давайте подходим с оружием ближнего боя для разнообразия. Так, и тогда мне понадобится какой-нибудь щит. Это, кстати, уже можно выкинуть. И это тоже. Жаль, что у меня нет никакого щита. Я их, оказывается, все уже продал. Хорошо, а что у нас там? Кто-то говорит, что я вот эти вот не собираю там. Ой, не вот эти. Ну, короче говоря, тут полно всяких типа ящиков. Их просто не собираю. Нифига себе. Оно меня только что чуть не убило. Посмотри на эту хрю. Так, ну ладно. Надо, по-моему, подлечиться. Ох, неприятные твари. В ближнем бою они не очень. Да пойдет. Ты же там один такой, да? Ты-то блокировать можешь, как я посмотрю. Это непростой еще Гранд, это мучитель. Силен, силен. Ладно, допустим. Мне пригодится даже твой щит. Хорошо. Подожди, где он? То есть он еще... А, вот. Хоть какой-то, да? У него щит какой-то, посмотрите, из стрелобита. Реально. Птичка золота. Так, ну в принципе справляемся. Мне просто интересно, к чему в итоге приведет. Я думаю, что на данный момент это самое интересное оружие, этот меч. Он реально поглощает души. Я так чувствую, там наверху еще пипец сколько у вас. Опять мучитель. Да, скрытность сдает свои плоды. Хорошо. Отлично. Давай, в последний раз. Вот так вот. О, черта. Здесь все хочет меня убить. Я так понимаю, сюда наступаю и срабатывает. Эта хрень. Это не очень приятно. Блин, да у вас тут огромное количество, судя по звукам. Это же... Не круто. Да. Как минимум, штук пять. Вот и опять же. Блин, их там двое. Нет, сейчас тактически выгодно будет достать лук и зарешать их всех с расстояния. Потому что иначе мы, скорее всего, скважнемся. Да, лук решает. В принципе, вы знаете, даже, я думаю, без заряда этот лук крайне неплох. То есть, можно даже разрядиться, а не подзаряжать, а именно на таких обычных монстров просто использовать стандартные физические свойства. А потом, когда уже будут проблемы, подзарядить, когда что-то серьезное реально возникнет. О, как я вас ненавижу. Вы хуже фалмеров. Он упал там, по-моему. Не смотри. Он там у вас, похоже, главный, что ли, какой-то, или что это. Ненавижу, да, по-любому где-то у него. Так. Смотри, живой еще, что ли? Все. Готово. Вот и оно. Мне удалось раздобыть медальон Пайка. Теперь следует вернуться в поселок Хейл и отдать Пайку потерянным вещам. То есть, весь вот этот риск ради какого-то медальона. Черт его знает. Повышение красноречия. Ладно. Пусть пока будет у меня. Хорошо, и что, давайте на этом закончим, наверное. В следующей серии пойдем к Пайку и отдадим ему медальон. Посмотрим, к чему все это приведет. То есть, стоила ли игра свеч? Я считаю, что нет, потому что... Ну, с другой стороны, прогулялись. Я люблю такие места. Потом кишки, кровища кругом. И вообще, очень страшно находиться. Но только не для поп-копа. Как бы там ни было, с этим квестом мы закончили. В следующей серии отдадим медальон и пойдем дальше своей дорогой. То есть, уже по сюжетному квесту. Шагарат, насколько я понял, хочет сделать из нас нового Принца Безумия. Это будет очень странно. Но, в общем, посмотрим, к чему все это приведет. Я пока заструднее сказать. Ты откуда тут такой взялся? В общем, да. Посмотрим, к чему все это приведет. И в следующей серии направимся... Блин, да откуда они? Вы поняли, куда мы отправимся. В общем, спасибо, что смотрели. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok